Приветствую всех на канале Татьяны. Сейчас я приехала в замок Хотинский, замок называется, фортеця. Хотинская фортеця. И здесь вот такая вот территория с церковью и мурами. Хотинщина остальная, которая была объединена к царству Росии и была такой аж до 1919 года, до начала революции. Створением Украинской народной республики, тогда Буковина перейшла под верхнюю Румунию. Поэтому Влада тут изменялась практически до 1944 года, постоянно менялась, если сказать, то шапочка тут крутилась на все четыре, пока не на два. Вот, Влада очень часто изменилась. Более мечети был прибудованный минарет. Минарет был 48 метров высоты. Насыщенная колонна. Минарет уже видно в Каменьце-Подильске. И также видим речку Днистер. И тут до Каменьце-Подильске, если по прямой 12 километров. В ней основную разбудову старого замка Хотинской фортецей сделал молдавский господар Штефан Третьевский. Да. И один из небольших молдавских господарей, который помогал независимости для своей страны. Потому что до него, после него достаточно много молдавских господарей. Их так и называли не королями, не князями, а суто-володарями або господарями. Сударями, намисниками, что так. Потому что они не мали одноосибной влади. Они завжди залежали або от Османской империи. Дуже часто подписывали договора с Кримским ханством. Для того, чтобы забезпечить более-менее мирное життя на территории Молдавии. И тем самым, как бы, сплачували велику данину Османской империи. Для збережения своего володарювания. Штефан Третий відвоював независимость для молдавской державы. Он создал защиту всех кордонов. И, кроме того, был инициатором создания коалиции против Туречки. Против Османской империи. Он ездил с дипломатическими местами практически в каждую страну Европы. И, ось, пытался инициировал создание этой коалиции. Хотя его мало бы поддерживал. Но, все-таки, он был инициатором. Позже эту хвилю поддержала и царская Россия. И, уже аж в 2012 году был подписан Вечный мир. Про вот такие незавойовницкие действия. Чапачаток поклав, что Стефан Третий. Були нанесені малюнки. Бачите, досить гарные визеринки. З випаленного кирпича. Добрый день. З випаленного кирпича на стени. Малюнки мают различную форму. Бачите, нижняя частина – это такие вот несконченные четырикутники. Верхняя – трикутники с хрестиком. Это символично символы веры православных. Очень много историков, кто вспоминает, что это именно Вавилонские веры. Потому что, если на них смотреться с боку, то они напоминают ступеньческую систему, на верху которой находится хрестик. А если на верху, то это вот такая вот четырикутная несконченность, которая завершается так же крестиками. Это обереги Котиньской фортеции. Они нанесены по периметру всей фортеции, кроме всей въездной стены. В 1538 году войска Речи Посполитої, форсивавши Дністерк, зруйнували въездную браму и захопили Котиньскую фортецию. Саме тогда Речи Посполито наступного года отбудовывают основную въездную браму и стены. Тем самым на 5 метров расширяют ботверь. Я бачите, она трошечки вступает за нашу захисту их сбору. Вона мает уже 2,5 метра толщину стены, т.е. вдвече тоньше, чем основные стены. И на ней уже, на жаль, не береглись малюнки и въезды. Так по всему периметру Котиньской фортеции они нанесены. Перша вежа – это въездная брама. В ней обычно использовались въездные. Въезд или въезд был совсем густой. Розрахованный на одну особую. Потому что так, нужно было незручный въезд в ту или иншую въездную споруду, для того, чтобы унеможить великий масштабный марш самого въезда. Кроме того, рев. Рев – досить глубокий рев. Ось. Він так само був певною перешкодою для руха війська. Иное призначение этого рова. Мы сейчас очень с этим тишимся. Потому что после Второй святой войны Котиньская фортеция втратила свое стратегическое значение, как памятники истории, и была передана муниципальней владею. Для того, чтобы быстро отбудить зруйнованные здания города Хотин, новый замок, решили разобрать на строительный материал. Поэтому вся забудова и все эти фундаменты, про которые мы говорили, они возникли после Второй святой войны. Просто разобрали для того, чтобы отбудить место Хотин. До старой фортеции не добрались, потому что... Поэтому мы этим благодарим такому въезду в Хотинскую фортецию, что она у нас берется для нащадки. В 2007 году Хотинская фортеция выиграла премию «Семь чудес Украины». Отримала достаточно большую грошовую нагороду, и благодаря ней утворился достаточно красивый музей Хотинской фортеции, который находится в центре. Поэтому идем туда и в музей уже пройдемся. Вот такие подвали имела Хотинская фортеция. Огромные, большие, высокие. Они имели обязательно выход. То есть вот просвет окошки. И вот это мы видим. Здесь приспособление для допроса. Вот стульчик ведьмы. Такой вот назывался. И здесь много разных других таких вот страшных для допросов, страшных разных штук, которые... Вот стульчик Мойсея. Это один из разновидностей стульчика ведьмы. И вот такая вот для допросов тоже ведьма, которая открывается, там стоит девушка. И там вот на двери есть такие вот гвозди. Гвозди и штыри, которые вот не задевали важные органы. И жертва мучилась 12 часов. Если жертва выживала 12 часов, значит, она была ведьмой. И потом убивали, ну, как бы, всю семью. Если жертва умирала, то, получается, всю семью отпускали. И считалось, что это не ведьма. Ищите на две корз struggled. Некоторые д Hodло сравнили в стульчиках with времена mistake. В говиде, остальные слова не состоят кого-то те ребенафрочка. И именно так не создаёте. Продолжение следует... У нас восстанавливает неorkега, и дисков issues. и ense 첫. Составляем что! Як-owi-поться у Земли52 с дiczмидумомridge? Да? Продолжение следует...